Владимир Михайлович, слушайте меня. Да, да, да. Значит, смотрите, я немножко сейчас еще секундочку договорю. Вы знаете что, вот этот вот период, когда вы находитесь на гречневой диете, но вынуждены принимать препараты лекарственные какие-то, фармакологические, тогда, когда вы снижаете эту дозу, надо постараться удержать ее и дальше. Понимаете, да, потому что это будет первый шаг ухода от лекарственной зависимости. Вот это вот, это надо в голове обязательно держать. Ну, а потом вот какая штука, ваш супруга вообще кормит на убой. Я только сейчас сообразил. Нет, 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 абсолютно не так. Ну, вы знаете что, 180 грамм мяса в день, я вообще никогда никому не говорил, потому что есть норма потребления белка. Понимаете? А его, скажем, если вы весите там белка, вам надо съедать 1 грамм на килограмм веса. Понимаете? Если вы весите 70 килограмм, значит белка вам надо 70 грамм. Если взять мясо, да, значит вам надо кусочек мяса от 90 до 95 грамм в день. Так и получается. А не 180. Так и получается. Я решил, что слишком много, 180. Я понимаю, да. Да, правильно, потому что вы перезагружаете себя. Да, да, да. И тормозить довольно значительный процесс. Слушаю вас. Вот второй вопрос. Знаете, мелочь, Анатолий Фимович, но я хотел бы все же уточнить один вопрос. Да. Приготовление медово-лимонной воды на утро. Вы говорили, что надо развести 1 чайную ложку меда в очень горячей воде, чтобы только не обжечь себя. Нет, нет, нет. Нельзя этого делать. Ну что вы? Вот, я про это хотел спросить. Нет, 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 нет. Это теплая вода должна быть. Да, чуть выше комнатной. Вот я, например, делаю так, что я вот на ночь просто чайную ложку меда кладу в стакан обычной комнатной воды, ну, чтобы вот утром, например, не тратить время на растворение. И лимончик туда, и все. Да, закапываю несколько капель лимона и потом заливаю кипятком. И получается в стакане где-то 30-35 градусов. Мед нельзя заливать кипятком. Нет, он же ведь в воде уже в стакане. А, понятно. Это тогда, когда вы утром уже делаете? Да, 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 утром. То есть вы просто кипятка немножко добавляете? Да, 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 да. Ну и нормально что-то? Это вы просто подогреть. Да, конечно, нормально абсолютно. Ну что же, значит, правильно делаю. Да. Анатолий Ефимович, вот еще один вопрос, если позволите. Да. Весной мы с вами разговаривали, вы мне говорили, чтобы вот, ну как, давали как бы программу подготовки к залмановским ваннам. Ага. Но это было все в конце марта, апреля, два месяца. Ну да. Потом, поскольку я педагог, у нас начинаются каникулы. Да. Начинается сезон. Другая жизнь. Другая жизнь совершенно, но, естественно, не полностью отпустить всякие пищевые безобразия себя, но, тем не менее, все-таки я, конечно, какие-то соблюдал нормы. Ну, правда, много было физической работы. Хорошо. И как-то вы мне самые первые, самые обнадежившие сказали, что пока подождем полгода и не будем говорить об операции. Да. У меня сейчас вообще эта мысль исчезла, потому что я чувствую другие перемены. Да. Но. Да. Я не прошел эти залмановские ванны. Начинается. Потому что, вот опять же говорю, под тем причинам, которые я вот сейчас сказал. Сейчас осень. Ага. Я занимался всем необходимым. Вот после моей диеты, двухнедельной уже гречневой, мне снова начать период солянки, травный период к солянке. Вы знаете, если бы я вам не советую сразу начинать, не надо. Не нужно? Нет. Нет. Пожалуйста, вы обязательно приюитесь на неделю, две. Тоже дать отдых организму. Нет, он будет восстанавливать свой баланс, тот баланс, который свойственен вашему организму, а не кому другому. На это у него уйдет где-то около двухнедель. То есть, я объясню, почему я, так сказать, говорю, в этой ситуации не торопиться. Потому что вот эти процессы восстановления правильного баланса, биохимического баланса внутри меня, они будут продолжаться после диеты железно, еще две недели железно. Да, причем, так сказать, я знаю, что в течение этих двух недель люди, которые, казалось бы, перешли на свою обычную диету, стали снова есть мясо, рыбу там, ну, все, что вокруг, да, потихонечку. Бульоны, супы и все прочее, они все равно продолжали худеть. Понимаете? И вот это активно заметно было в течение недели. А вот через неделю начинается как бы вот такая вот стабилизация этих процессов. Поэтому надо две недели пропустить, и вот в конце второй недели начать скипидарный цикл. А вот этот период равный, там, не все-таки надо пройти? Нет, не надо, не надо. После этого и это сразу можно будет перейти к скипидарным? Да, не торопитесь, потому что вот что у вас должно быть под рукой, совершенно точно, это сорбенты. Сорбенты. Вот это да, обязательно. Все тот же энтеросгелий или можно менять? Да, пожалуйста, любой другой. Сорбент, он и есть сорбент, понимаете. Я вообще, отличие одного сорбента от другого заключается только в его действии на желудочно-кишечный тракт. И цене. Естественно. Понимаете? Скажем, там сорбент, который называется застерин, никогда не вызовет у вас остановки кишечника. А энтеросгель, скажем, сможет. Смекта, скажем, будет проходить, безусловно, легче, чем активирный уголь. Хотя самое-то интересное заключается в том, что активирный уголь с точки зрения сорбционной поверхности, конечно, эффективнее, чем другие препараты. Но при этом надо понимать, что он может закрепить вас так, что... Да, да, да. Вот что, понимаете. Застерин, на мой взгляд, более подходящий для нас сорбент. Он на морской водоросли, поэтому на пектине морских водорослей, поэтому там, не говоря уже о том, что там есть... Естественно, как во всяком производном морских организмах, есть некая цепочка солей, которая человеческому организму очень нужна, и которую он из повседневной жизни не получает. Но это уже другой разговор. Но это же сорбенты, в конце концов. К ним надо так и относиться. Понятно. Спасибо большое, Анатолий Фимович. Не за что. Доброго вам здоровья. Спасибо большое. Всего вам доброго. Алло, я слушаю, если есть звонок. Алло. Алло. Да. Алло, Анатолий Фимович? Да, да, я слушаю вас. Здравствуйте. С праздниками вас наступающими. Спасибо вам огромное. Какие праздники вы имеете в виду? Ноябрьские. А, да, вот за это спасибо, слушаю вас. Позвольте сначала поблагодарить вас за ваше терпение, за упорство ваше, с какими вы нам разъясняете наши проблемы и как можно с ними справиться. Спасибо вам за эту программу очень большое. Спасибо. И долгих вам лет жизни. Дай бог. Анатолий Фимович, вот подскажите, пожалуйста, как правильно можно совместить программу по оздоровлению и гречневое питание с донорством? Вот в какое время лучше вот это все проводить? Значит, смотрите, пожалуйста, не выходите на донорство, пожалуйста, не проведя эту программу. Хотя бы неделю. Если вы провели недельную программу, вот на гречневой диете, да? Неделю. Да. Значит, вы, пожалуйста, после того, как вы закончили, хотя бы 2-3 недели подождите сдавать кровь. Она у вас еще не готова. Понимаете? То есть вы сдадите кровь, она будет хорошая. Анализы будут хорошие, все будет как надо. Понимаете? Но она еще для вас не готова, для вашего организма. Понимаете? И поэтому тогда, когда вы будете сразу, скажем, после проведения, через неделю, после проведения этой диеты, пойдете сдавать кровь по тем или иным причинам, ну, там, скажем, условия такие, так сказать, создали, что надо сдать кровь. Понимаете? То помните, пожалуйста, что там все-таки будет еще вот, ну, некое неустойчивое состояние наших внутренних сред в организме. Поэтому, пожалуйста, вот через 2 недельки, пожалуйста, будет твердо, хорошо, качественно, как надо. А вот как часто можно сдавать кровь? Вы знаете, какая штука? Потому что так обычно через 2 месяца приглашают. Это нечасто? Нет, это нечасто. Ну, без ущерба для организма. Вы знаете, что ущерба для организма никакого. Кроме того, что вы таким образом сохраняете себе долгожительство. Понимаете? Вот эта вот сдача крови, донорство, вообще это великая вещь. В молодости я сам занимался этим, но по другим причинам я тогда не задумывался о проблемах. Но вот я так думаю, что мне вот уже скоро 70 лет, как скоро, просто вот уже 70 лет. Понимаете? А то, что я себя, в общем, прилично чувствую, думаю, что в этом и мой возможный заслуга донорства. Так что вы, пожалуйста, этой процедуры не бойтесь. Один раз в 2 месяца, это не просто нечасто, а редко. Понимаете? Можно вообще каждый месяц сдавать. Каждый месяц сдавать кровь. Ничего, кроме пользы, не будет. А вот как тогда программу совместить с этим донорством? Там же получается как 3 цикла по 7 дней, и не укладываешься никак. Вы знаете, какая штука? Вы смотрите, вы подготовились к донорству, сдали анализы, пришли. Сдали кровь, да, сколько? 400 грамм? 450. 450 грамм. 450 грамм сдали. Через сколько дней у вас вся кровь будет на месте? Через сколько, как вы считаете? Не слышу. Через какое время эти 450 грамм уже будут внутри вас? Ну, врачи говорят, в течение двух месяцев. Ничего подобного. Понимаете, ваша кровь восстановится в течение трех дней. Алло, а? А врачи, да, алло, слышите меня? Да. Я говорю, ваша кровь восстановится в течение трех-четырех дней. Понимаете? Потому что клетки крови восстанавливаются очень быстро, иногда просто за часы. Понимаю? Вот в чем вся штука. То, что врачи говорят в течение двух месяцев, это вот то, о чем мы говорили с Владимиром Михайловичем вот перед этим. То есть, это уже будет абсолютно такая устойчивая, уже такая привычная, такое привычное состояние в вашей крови, да? Причем омоложенной. Потому что кровь у вас будет молодая. Вот чем вся штука, понимаете? Вот эта молодая кровь с новой энергией, она и сохраняет вам молодость и силу. Вот чем вся вещь-то. Понимаете? Поэтому бояться этого не нужно. Это не часто. Раз в два месяца, шесть раз в год. Да. Нет. Это вполне здоровая процедура. Понятно, спасибо. Если с точки зрения анализов, с точки зрения биохимии крови, у вас все в порядке. Анатолий Димович, а уточните, пожалуйста. Да. А вот по гречевому питанию, там стакан гречки нужно на весь день замачивать, да? Да еще и останется. Или просто больше получается? Да еще и останется. Да, стакан гречки. Вообще, я замачивал бы так, половину стакана в начале. А тогда, когда вы начинаете кушать ее, ну, скажем, вы вечером замочили. Ну да, она в три раза, в четыре увеличивается. Да, конечно. Вы начали утречком ее есть. Ну и замочите вторую половину. Вы будете видеть объем ваш, да? И вы будете знать точно, сколько вам нужно на день. Стакан ли? Или три четверти стакана всего. Понимаете? Мне железно больше 110 грамм не получается. Вот 110 грамм в день уходит. У меня все. Спасибо, Анатолий Ефимович. Да не за что. Еще маленький вопросик. Да. Цикорий, какой лучше покупать? Любой. В аптеке или сейчас в магазинах столько много цикорий продают молотовое? Да. Вы знаете, как... Это тот же самый напиток или нет? Вы знаете, это тот же самый напиток, только, пожалуйста, тогда, когда вы смотрите, берете пачку, обязательно смотрите, кто производитель, ладно? Надо, вот Ярославский, скажем, завод, православный, они там свой цикорий делают прекрасный совершенно. То есть, пожалуйста, имейте в виду российский цикорий. Российский. Ну, понятно, понятно. А так, пожалуйста, любой. Любой. Хотите растворимый, хотите. Дело все в том, что это, как вам сказать, растение, которое настолько богато, как раз с точки зрения микро-макроэлементов, солей, ферментативной части, настолько богато, что оно в любом виде сохраняет в себе это богатство. И с цикорием так просто нельзя разделаться. Именно поэтому его в свое время, готовя, лучше готовят просто брать молотый и готовить как кофе. Понимаете? Как кофе. Можно чуть-чуть туда добавлять еще, там, скажем, пол чайной ложки или чайную ложку, на чайную ложку цикория, чайную ложку размолотого корня лопуха. Потому что мы таким образом увеличиваем, что возможно, увеличиваем количество инулинов в этом напитке. А это очень хорошо для тех людей, у кого есть некая неустойчивость по глюкозе, по сахару крови. Понимаете? Это очень здорово. Поэтому, скажем, тут, пожалуйста, как хотите, так и делайте. Хотите жидкий растворимый, хотите сухой растворимый. Но лучше все-таки для меня, по крайней мере, это на мое ощущение. Но лучше брать просто молотый и им пользоваться. Хорошо. Спасибо вам большое за разъяснение. Да не за что. Всего вам доброго. Спасибо большое. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания. Ну, видите как, у нас сегодня даже с вами времечко остается. Пожалуйста, я слушаю. Анатолий Ефимович. Да. Добрый день. День добрый. Это из Башкирии. Гульнара, спонидва. Да, Гульнара. Мне 60 лет. Да. Рост 160. Да. Меда 60, вес 48 килограммов. Я вот в вашу программу подключилась. Все солянку, холмовую, коруевую, энтрезгель, все-все это пропила. У меня эти анализы улучшились в холестерин. В общем, все нормально было. Только я не смогла пройти вот скипидарные ванны, так как я в сельской местности живу. Ну да, нет ванны. Нет ванны, но ручные, ножные я делала, но у меня проблемы с позвоночником. Шейный, грудной, поясничный, остеохондроз, сколиоз плюс грыжи позвоночника. Да, да. Вот, ну, еще поставили вот энцефалопатию сосчитанного генеза, гипертоническая болезнь у меня. А вот во второй программе с грязничкой я не смогла, потому что я попала в больницу. И теперь у меня вот такая проблема. ИБС с нарушением ритма, ХСН-2, ФК-2, суправентикулярная экстрасисталия, пароксизмальная наджелушковая тахикардия и вот плюс приходящая АББЛОКА до второй степени МОБИС-1. Вот, когда отравили энцефалопиарную блокаду, я пила Канкор по одной четвертой части. Гюльна Ра, давайте мы с вами покороче, потому что у меня остается пять минут. Не надо мне историю болезни читать, главное. Нет, нет, вот что мне делать? Препараты, вот эти блокадеры мне уже нельзя пить, раз это блокада сердца. Может, это травы какие? То есть вы хотите, что я вам дал рецепт? Ну, рецепт, может, травы какие? Нет, Гюльна Ра, я рецептов не даю, извините. Рецептов в такого рода ситуациях я вообще, извините, был бы преступником, если бы давал в такой ситуации рецепты, понимаете? Это ситуация, которую должен наблюдать врач рядом с вами. Понимаете, они за две тысячи километров по телевизионному каналу. Вы что? Что я вам посоветую? Понимаете, в вашей ситуации, первое, обязательно проверить почки, обязательно. Какие цифры давления? АД, давление какое? Давление нестабильное, на 160, на 90. Выше 90 бывает? Нет, не бывает. Нижние, нижние? Нижние у меня даже ниже, 65-75 бывает. Понятно, проверьте почки, пожалуйста. Не уверен в этом, но вполне возможно проверить почки. Второе. Есть такой эппликатор Кузнецова, знаете его? Да-да, я пользуюсь. Так, как часто? Каждый день. Сколько времени лежите на нем? Ну, минут 15 лежу. Дорогая моя, на нем лежать надо 45 минут, час. Это понятно, Гюльна Ра? Понятно. 45 минут, час, 45 минимум. И обязательно тепло укрываться. Тепло. Понятно? Понятно. И, так сказать, ванны нужны, когда вы делаете. Обязательно, со скепитарными эмульсиями, все. Вы обязательно должны хорошо тепло укрываться. Чтобы у вас появился спаррин на лбу. Тогда, когда вы делаете, нужны ванны. Понятно? Понятно. Иначе не будет работать. Угу. Вот это вот, пожалуйста, для себя обязательно примите. Хорошо? Хорошо. И горячие грудные обертывания. Горячие грудные обертывания в вашей ситуации. Через два дня на третье. Я бы начал прямо с них. Понятно. Вот что вы должны делать. Вы поделайте, сделайте. Горячие грудные обертывания надо провести 30 процедур, не меньше. До 30. До 30. И обязательно показаться доктору. Обязательно. Угу. Как только сделаете, по крайней мере, 10 процедур, вот, горячих обертываний, вот тогда, пожалуйста, подключайте ножны и ванны. До этого не надо. Хорошо. Да, в перерывах между горячими обертываниями. Угу. Да, вот эти вот ванны горячие. Понятно? Понятно. Эппликатор Кузнецова каждый день. Каждый день. Понимаете? И после горячих грудных обертываний, эта процедура длится только 20 минут, сразу же, после процедуры горячего грудного обертывания, сразу же под спину эппликатор, особенно это касается пояснично-кредитцового отдела, он должен быть чуть-чуть на возвышении, да, постель должна быть мягкая, ровная, мягкая. Понятно. Чтобы хорошо охватывать всё. И тепло укрываться, и 45 минут, да, минимум, 45 минут минимум на эппликаторе. Вы начнёте сразу себя совершенно иначе чувствовать. Понятно? Но, пожалуйста, отказываться от препаратов, которые назначил вам доктор, самостоятельно, не советую. Лучше всего, послушайте меня, лучше всего пойти к доктору и спросить, чем вы можете заменить тот препарат, который у вас идёт тяжело. Вот это вот с ним надо обсудить. Понятно? Понятно. А петрушку мне пить ещё? А я не знаю. Понимаете, я же не знаю состояние ваших почек. Мне УЗИ почек провели, хронический период не предпоставили. Да, продолжать пить. Поэтому и давление у вас такое. Хорошо, спасибо. Так, друзья мои, всё. Гюльнара, простите, у меня остаётся 30 секунд. Всё. Извините, всего вам доброго, до свидания, друзья мои. Я прощаюсь с вами. Пожалуйста, я готов отвечать на ваши вопросы каждый. Каждый раз, но с маленькой, по началу передачи, с маленькой преамбулой. Ну, так уж мы с вами договорились. Ну, а сейчас с наступающими вас праздниками. Я благодарю вас за внимание к нашей передаче. Всего вам доброго, здоровья и крепости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова